В Центральном парке Шимкента работа кипит. Здесь высаживают новые для Южного Казахстана саженцы белые березы. Более 1700 молодых деревьев пополнят парковую зону уже на весенние праздники. Администратор парка Талибек Альжанов утверждает, белые березы обязательно приживутся в жарком климате, если за ними правильно ухаживать. У нас в парке работает 15 человек. Белые березы выращивать здесь трудновато, потому что они не любят жару. Но мы постараемся поливать, ухаживать и вовремя обрезать лишней веткой. Поэтому, я думаю, они года два-три помучаются, а потом они примутся хорошо. Помимо белых берез, в парке улицы Шимкента украсят сосны, каштаны и дубы. Всего более 112 тысяч саженцев. Пополнят зеленый парк города многолетние и однолетние цветы. В этом году планируют высадить около 700 тысяч кустов петуни, шафрана, тагетиса и роз. Эти цветы выбраны не случайно, они лучше других, приспосабливаются к капризам погоды. На сегодняшний день на территории Центрального парка, парка Абая, независимости посажено 3000 саженцев ильдарской сосны. А на территории административного центра и микрорайона Нурсад уже идут работы по посадке сотен молодых деревьев. Сейчас озеленением города занимаются три организации. По городу занимаются, с нашей стороны, занимаются байтерик ЛБ по содержанию зеленой зоны. Также ЛТД Турмус. ЛТД Турмус и в парке сквер у нас обслуживает Шимкент Джаслкала. Но в этом году мы планируем посадить цветы, например, однолетние, это петуни, шафран, еще пару видов цветов. А также сейчас, на данный момент, мы готовим почву для посадки роз. Это многолетние розы, места, где у нас есть, пересадка идет старых роз. Мы сейчас выкорчевку делаем и собираемся посадить более свежие такие. С приходом весны в Шимкенте оживились и все городские коммунальные службы. Полным ходом идет уборка зданий и сооружений, которыми охвачены практически все туристические объекты областного центра, а также торговые дома и рынки города. В новом свете в весенние дни предстала и обновленная гостиница «Шимкент». Стремительное преображение горожане уже отметили. Наш город очень изменился. Столько новых зданий появилось. Очень много зелени. Особенно нравятся петуни. Очень красиво. Пусть и дальше Шимкент процветает. Цветы, как обычно, они все цветы цветами. Пусть розы это будут. Ну любые цветы, лишь бы была зелень. Мне даже нравится, там ели посажены. Я вообще ими любуюсь. Иду и радуюсь, что ели у нас даже появились, елки появились. Очень красивый город наш, я так считаю. Всего на озеленение благоустройства города в этом году потратят 700 миллионов тенге. На эти средства озеленят порядка 16,5 тысяч квадратных метров земли. Центральные улицы города, парки, территория при фонтанах и административно-деловом центре запестрят яркими красками уже к наурызу. К слову, принять участие в облагораживании родного города может каждый. Проведение первого в этом году субботника запланировано в Шимкенте на 6 марта.